Основная часть дневных мероприятий, посвященных годовщине подписания исторического документа о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, прошла в необычном для праздника месте. Многие горожане, кажется, попали сюда впервые. Демонстрацию российской мощи устроил крымский ДСААФ. У Добровольного общества, содействия армии, авиации и флота, сегодня личный праздник – годовщина их объединения с ДСААФ России. План мероприятий немного нарушила погода, однако участники не разочарованы, говорят, что все препоны только укрепляют дух. Да, мы были расстроены, но так как мы ДСААФ, так как у нас цели, задачи воспитания, военно-патриотическое воспитание, никто был не сломлен, нас не сломал ни Ангарский перевал, все равно люди приехали, пришли, они здесь, и вы видите по настроению. Да, немножко, может быть, зрители, наоборот, как-то вот немножко среагировали. Может быть, кто-то дома остался, может быть, кто-то поближе на площадь Ленина или еще заявленное мероприятие. Ну, вот вы видите, как все, в принципе, неплохо получается. Попав сюда, гости могли за один день стать участниками череды ярких мероприятий. За несколько часов здесь произошло так много, что всего и не перечислишь. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Этот вид спорта – это начало автоспорта, скажем так. И много желающих, но это дорогой вид спорта. Новая машина, вот, скажем так, вот этого класса, детского, стоит порядка от 2,5 тысяч евро. Но мы надеемся на то, что государство нас поддержит. Мы надеемся на то, что государство поможет. Потому что очень много талантливых пилотов, которых, к сожалению, родители не могут обеспечить. Ну, общий стаж моего занятия авиамоделизмом 35 лет. Проявился в детстве интерес к самолетам вообще, к авиации. Ну, и в частности, будучи еще, так сказать, невзрослым человеком, я мог строить модели, их пускать. То есть не ждать, когда там можно будет на чем-либо полетать, а уже что-то в юношестве, скажем, в детстве начать в области авиации. Но это насколько увлекло, что, в общем-то, на всю жизнь я растянулась. Это Тим, собака породы ирландский волкодак. Мы живем в Симферополе. Ну, всем рекомендую такую замечательную собаку. Он юный чемпион Украины. Это собака охотничьей породы, это борзая собака. Самая большая, самая тяжелая из борзых собак. Его специализация – это волк, олень. Здесь же проходит выставка военной техники, техники МЧС России и воздушных судов различных модификаций и категорий. Пожалуй, только сегодня каждый симферополец может подряд заглянуть в полицейский автомобиль, в военный КАМАЗ, пожарную машину или даже в самый настоящий вертолет. Кстати, именно вертолет сегодня пользуется особенной популярностью. Здесь собрались практически все участники сегодняшнего мероприятия. Каждый хочет залезть в кабину и сесть на место пилота. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Словом, несмотря на то, что сегодня крымчане празднуют торжество мира и спокойствия на полуострове, Россия не упускает возможности поиграть мускулами, пусть и в рамках праздничных мероприятий. Крымчанам этот подход явно приходится по вкусу. Во всяком случае, с праздництва никто не ушел недовольным. Дарья Харишко, Алим Велиев, Аргументы недели Крым.